поздоровайся всем привет друзья видите помните в начале апреля я вам говорил что ванюшка это задание сделает я конечно ему напоминал несколько раз но при этом я ни разу его не выгонял сюда и это все делать как бы он не сказал что сделает ну и вот хочу его похвалить ванюшка ты большой большой молодец потому что он закончил закончил резать вот эти все веточки он сказал что он их все уберет сначала мы планировали их мешке потом подумали что это нужно 100 500 мешков и вот клетка в которой гусятки когда-то паслись теперь она используется я сейчас вам покажу используется под эти ветки они нам уйдут то там 5-7 раз шашлыки пожарить и они закончатся вот так он их кучкой кучкой вот сюда в сетку в эту всю склал ну и все как бы то той сетки никакого толку сейчас нету гусят я в ней боюсь оставлять даже она слабенькая а той выглядывает до принцесски ну куда ты собрался куда собрался ну ходит там это королева цыкух чё ты к ней лезешь заяц так что вы так почему я в ней не могу оставить гусят вы ну то есть может у вас появиться такой вопрос потому что она слабая и смысл их садить в эту сетку если мы находясь здесь за ними следим а уйти оставить в той сетке когда тут бушуют разные собаки заяц она слез собаки бегают тут достаточно крупные так что и такие же вы видели у меня и кур хватали и некоторые года и гусей хватали так что оставить малышню точно не вариант так что та сетка просто стоит гниет а так вот даже накрывать не надо ну намокла намокла в дождевую погоду не сильно то и хочется шашлыка хотя шифр вот стоит подпирает можно и накрыть вот так еще вонюшка сказал что еще и все перекопает тут я конечно ему буду помогать если надо вдвоем быстрее да вот так как то как то так друзья ну а я хочу пойти огурцы которые я заяц пеппи замуж не надо вот эти огурцы меренга которые я сажу всегда я вам говорил что я где-то посеял посеял 4 пачечки огурцов они кстати 22 гривны за 10 семечек и купил еще 5 новых в общем вот 5 купила вот 4 нашел опять так что так что как то так пойду сейчас сеять огурцы а а потом а потом будем сегодня и кукурузу посадим и этот и тыквы тыквы мне нравится там будет 6 7 рядов по 20 ямок и пологорода засажено и еще нужно посыпать под каждым кустом от муравьев это вот тоже ну и слежу за кустами очень много кустов только-только просыпаются прям поздно только что ездил в магазин и хотел купить шлангу потому что виноград то ведром не прольешь если малину только что там все кусты пополивал ведрами то виноград надо по пять по семь ведер под каждый куст и хотел купить шлангу 20 метров а той которую я хочу ее нету так что не купил вот ведь это тоже проснулся вот побег вот побег и вот побег так что можно его уже полоть вот эту проволоку убрать а вот это подрезать потому что они не отламываются они сочные боюсь чтобы она не а вот тоже почка проснулась боюсь чтобы не не текло потому что несколько кустов течет и это не очень не очень хорошо но тут вот уже такие большой большой вот страшно чтобы не сломался гусей сюда не пускаю вот три штуки короче короче будет сегодня тепло мы в футболках вот так у меня два дня не было я все по подчищал все поперек поподготавливал вот этот кустик тоже вот побег вот побег вот побег живой этот кустик тоже вон смотрите видите свеженький молодой побег вот так так что он окрепнет это все высохнет оно все обрежется и сформируется новый куста о чем я вам и говорил а вот сюда вот хочется пролить вот это все тут вот как бы с горы и сюда положил шлангу вода течет что впитывается что течет дальше ну как есть вот так еще не на всех кустах видно может какие то и пропали не ясно но выглядит вот смотрите это примут сверху чуть не сломал даже не заметил я вот там пытаюсь увидеть кустика ну вот распустилась точно так и на этом смотрите я ждал где-то чтоб тут земли лезла до так это все вырвется постепенно вот так а ну вот раз почка два почка и три красота красота точно так и здесь живой вот этот живой этот прям круто живой тут пока я ничего не увижу а вижу все можно и этот ополоть тут даже вот то есть название сейчас вам скажу название так если я смогу прочитать ботатяновск ботатяновск это что за сорт не ясно но главное что живой значит выйти какая это какая вот эта пятка вся загнившая трухлая она рассыпется как бы если сок идет вот здесь по одной ветке будет идти вот сейчас вам покажу живой кустик смысл спасать эти пятки в том что корневая то сильная вот видите побег свеженький и все вот если он живой главное его обработать чтобы лоза вызрела на следующий год будет мощный и сильный прям куст так что все хорошо тут вот все шикарно лезет раз два три четыре вот там есть все прям хорошо тут пока не видно тут пока тоже а ну сухая все до этого была сочная не выламывалась а ну ты вот вот боюсь ломать потому что вот еще не сухое так что тут сухо короче ладно пошли садить огурцы вот кустик пустился тут вот хорошо пошел вон второй так что ну как бы вроде вроде живо во всех пролетах да я вот ну как бы боюсь прям сейчас кусту вот так рвать вдруг сейчас где-то маленькая почка я ее сломаю поэтому жду пока пока чуточку тут кстати сок тек поэтому этот точно куст живой вот с этой ветки сочилась и я заматывал этим помните а потом увидел в интернете что беру горелку которой бройлеров осмаливаю и запах за ну то есть зажигаю вот тут и она не сочится тут тоже хорошо все лезет вот побег вот побег вот хороший вот хорошие два это как раз вот тут сок тек вот уже не течет вот вот проклюнулся в эти как я чуть не сломал а страшно ну и вот лезут а вот эти сломал еще что-то было чуть-чуть сочное как есть вот . вот вот уже побег вот хороший короче вот лезет такой удаленный немножко а вот кусты конечно шикардосные но живые все тут вылез вот тут лезет вот сухое непонятно да все тоже заросло в кустах но живой вот все можно будет его об обрывать обкапывать вот почка и вот стебелечек тут не видно и тут пока тоже ничего не вижу страшно все я не буду высевать высаживать сейчас все 90 семечек это не нужно я сделаю один рядок лук еще не лезет до лезет вот уже вот лезет уже лук так что да выглядывает через недельку через недельку позеленеет все все ладко обещали дождь но так и не прошел еще надо спаржу сейчас посадить где я тут что садил вот ну а я сейчас по вот этому рядку посажу точно не лунками а как всегда рядочком как я люблю будет один рядок раскидаю 40 семечек и все дела тут нет спаржа посажу огурцы а потом еще посажу спаржу потому что я не знаю а нет я знаю я узнал в магазине и мне сказали что то зеленая спаржа а я люблю желтую а мне прислали в посылке желтой а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...